Hello, hello! Меня зовут Александра Ли. Я сооснователь студии игрового английского для людей Wonderland Kids. Сегодня мы с вами будем разбирать очередную книжку на английском языке. И так как вы выбрали в нашем голосовании, что именно нам показывать вам в наших видео, мы сегодня не только вам покажем книжку и расскажем о ней, какому возрасту она подойдет, что в ней интересного, но также я прочитаю ее с выражением на английском, и вы можете послушать ее со своим ребенком. А также я расскажу после этого, в какие игры можно поиграть с малышом, чтобы повторить те фразы и выражения, которые вы встретите в этой истории. Итак, книга, которую я выбрала сегодня, называется The Magpie and the Milk. Это книжка издательства Oxford в серии Classic Tales, классические истории. Очень красивая, красочная книга с адаптированным текстом, который подойдет для ребят с самым начальным уровнем языка. Итак, о том, как книжка выглядит и что в ней за текст, вы узнаете чуть позже. Пока расскажу о самой истории. Действительно, это классическая история о том, как ворона села на ведро с молоком, которое только что подоила доярка и разлила его. Оказывается, чтобы получить молоко, доярка поймала затем эту ворону и отняла у нее хвост. Чтобы получить обратно, вороне пришлось проделать самое настоящее путешествие, потому что, чтобы получилось молоко, оказывается, нужно дать корове траву. А чтобы была трава, нужно, чтобы ее полил дождик. Таким образом, ворона проделывает свое длинное путешествие, просит каждого следующего героя этой книжки помочь. И в итоге проливается дождик. Вот вы видите, какие здесь красивые красочные картинки. Проливается дождик, растет травка. Корова, наконец-то, кушает траву и дает обратно молоко. А затем доярка отдает хвост вороне. Вот такая интересная, поучительная история, что все не просто так, что есть взаимосвязанные вещи в природе. И ребенка это в том числе учит осознанности и широкому мышлению. Итак, давайте почитаем эту историю вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Thank you, magpie, says the cloud, and it rains. It rains on the mountains. Then the rain goes down the mountains and into the river. Thank you, cloud, says the magpie. He flies down the river. River, river, there's your rain, he says. Now can I have some nice cool water? Yes, magpie, says the river, here it is. Thank you, river, says the magpie. He takes the water to the field. Field, field, here's your water, he says. Now can I have some long green grass? Yes, magpie, says the field, here it is. Thank you, field, says the magpie. He takes the grass to the cow. Cow, cow, here is your grass, he says. Now can I have some nice warm milk? Yes, magpie, says the cow. Here it is. Thank you, cow, says the magpie. He takes the milk to the farmer. Farmer, farmer, here is your milk, he says. Now can I have my tail? Yes, magpie, says the farmer. Here it is. She puts on the magpie's tail and he flies away. There, says the farmer, now I can make my cheese. Ну что, как вам история? Понравилась? Теперь расскажу о том, как вы можете поиграть с ребенком после прочтения этой книги. Как вы увидите, здесь идет постоянное повторение одних и тех же слов и фраз. Если ребенок совсем начинающий, вы проходите с ним только слова и какие-то короткие словосочетания, то можно поиграть в очень интересную игру, которая похожа на принцип домино. Давайте ее так и назовем. Для этого вам нужно с ребенком нарисовать те предметы или животные. В данном случае magpie и вот эту доярку. Можно схематично, можно условно. И нарисовать их на небольших кусочках бумажек, чтобы, главное, они были одинаковые. И затем выложить их друг за другом, да, получится такой storytelling, ну, вы просто будете называть отдельные слова. И у вас получится, да, что сначала там доярка, да, нам встретилась, затем там с коровой, допустим, да, вместе. Затем прилетела the magpie и так далее. Вы выкладываете эти слова по порядку и затем, соответственно, их называете. Если у ребенка уже выше уровень языка, то вы можете пересказать эту историю, да, то есть тут уже получится такой storytelling. Соответственно, вы также можете использовать фразы из этой книжки, например, can I have много раз встречается, да, bring me some milk, например, да, то есть give me some long rest. То есть вот эту фразу вы используете и таким образом пересказываете. Эту историю. Вот. Я думаю, ребенку это очень понравится. Это творческий процесс и игровой процесс, да, то есть с этими картинками. Можно потом поиграть с ними, как с карточками. Повторюсь, да, что вы можете посмотреть в нашем профиле, как играть с карточками. У нас огромное количество очень интересных игр, которые дети любят. И вы можете повторять слова и фразы вместе со своими ребятами. Итак, ну что, как вам эта история? Понравилась? Ставьте лайк, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии. И также последнее, что я сегодня вам скажу, вы можете получить эти видео, голосовые записи отдельно и сами сканы этой книжки, если выполните несколько простых условий. Подписаться на нас, поставить лайк этому посту, а также написать свою почту, и чтобы мы туда отправили вам ссылку, да, с доступом на эти материалы. И отметить нас у себя в профиле, либо в сториз, либо просто в посте написать, да, что вы читаете книжки на английском вместе с Wonderland Kids и Веселый английский. Приятных вам прочтений! Чудесного дня! Bye-bye!